Всем привет, и сегодня бас-гитаристы ликуют. Я не так часто делаю выпуски о басе, потому что бас-гитарист в наше время зверь очень редкий, и сегодня я сам буду всё показывать. Но конкретно, что меня натолкнуло на мысль сегодняшнего видео? Дело в том, что мы, гитаристы на концерте, обычно посылаем сигналы с гитары в наш преамп, да, или же, соответственно, в голову, в бошку, в усилитель. Для нас придумано очень много всяких разных усилителей, от мяса буги, солданы, о каких-то разновидностях, куча всяких там маркетов, каждой версии, каждый раз их обновляют, чтобы были современными, до самых чистых фундеров, классических, винтажных, море всего. Потом сигнал идёт после этого формирования на усилитель, что тоже вносит какие-то в него корректировки, потом идёт в кабинет. Кабинет, у нас куча разных динамиков, закрытые, открытые, несколько динамиков, разные диаметры динамиков, всё для любого, всё придумано. Потом всё это снимается микрофоном, кто-то прочитает стандартные там SM-ки, кто-то B-ки, каждый микрофон по-своему всё эквализирует, кто-то носит с собой микрофоны, по-разному ставят микрофоны. И даже этого нам всего мало, потому что у среднестатистического гитариста ещё 5-6 педалек, где там есть эквалайзеры, какие-то свои там какие-то эффекты, потому что нам мало, нам нужно что-то ещё нарулить, нам всегда чего-то не хватает. Что касается бас-гитаристов. Я смотрю на этих ребят и всегда диву даюсь, потому что в больших кубах особенно, да и в маленьких сейчас, бас забирают тупо в линию. То есть его просто втыкают в микшер, да, через D-box, через инструментальный вход, фильтры частот Hi-Z, но по факту он просто идёт напрямую в микшер. И что в этом случае участвует в формировании звука бас-гитары? Сама бас-гитара. И всё. И трёхполосный эквалайзер на микшере, который по сути не может там сделать звук яснее, сочнее, убавить каких-то шумов. Он просто делает звук более басовитым, более глухим, более резким и, собственно, не знаю, более звонким, что сомнительно в плане бас-гитары. Поэтому это меня всегда удивляло, почему бас-гитаристы у нас ничего не применяют, почему их всегда тупо забирают в линию и говорят, так сойдёт, нормально. И всё. Вот у меня в группе всего три человека. И, ну, в смысле, не считая вокалиста. У меня в группе всего три музыкальных инструмента. Нам нужно давать звук. И когда один из инструментов плохой, плохое железо или же невзрачный бас на концерте, то всё. Получается, я теряю сразу 30% звука. И вот именно для этого я взял, собственно, вот такую вот вещь. Посмотреть самому и убедиться, а нужно ли это или нет. Это настоящие труб типа бас-гитариста говорят, что играть надо напрямую в веселок. Больше ничего не надо. Сегодня я хочу в этом убедиться. Итак, у меня в руках басовый бас-мастер от компании Mars ламповый преамп. На двух лампах 12AX7. Это довольно недорогая вещь. Здесь у нас свой трёхполосный эквалайзер. Есть гейн, есть волум, естественно. Есть мюте. То есть его можно выключить. И, соответственно, включение-выключение. Нажные трубы и пас, конечно. Сзади у нас две кнопки. Это минус 6 дБ и режим драйв, который как автопилот нам врубает автоматическую настройку эквалайзера. Больше у нас тут ничего не меняют переключатели. Типа вот мы решили, что так лучше всего. Питается от 24V и, собственно, идёт в комплекте с блоком питания. Давайте послушаем. Я уже послушал это всё на репетиции. Мне очень понравилось. Но в линию я ещё не слушал. Что сразу хочу сказать. Это не педаль дисторшн. Это всё-таки преамп. И он не расщепляет звук, не делает его зыбким. Это не эффект. Он формирует его. Вносит в него новые гармоники. Тёплые, ламповые, как должно быть. Как мы сегодня послушаем. И с помощью этого мы можем сделать его более подходящим под микс. Сразу хочу извиниться за то, что здесь стоят не самые новые струны. Дело в том, что это не мой бас. А у бас-гитаристов в принципе не бывают новые струны. И ещё здесь оказалось немножко шалит джек. То есть если будут какие-то дополнительные шипения при звуке, то это, собственно, гнездо. Ну, так мы будем даже ближе к матушке жизни. Итак, слушаем чистый звук. Естественно, волум и тон на максимум. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, достаточно. Включаем преамп. Все ручки у нас стоят на 12-ую серединку. Обманул. Гейна много было. Первое, что хочу отметить, звука стало больше, он стал громче. Второе, то, что звук стал округлым. Третье, что он стал более читаемым. И вот такое ощущение, что до этого я вотнулся без усилителя, а сейчас я вотнулся в усилители. И у меня, да, появился. Какой-то, ну, это не перегруз. Даже вот мне кажется, на слайпе грузить не будет. Я супер слайпер. Дальше у нас, что там было еще? Звук обычный. Обычный бас-гитара. Ничего специфичного, ничего там расщепляющего я не слышу. Давайте эквалайзер, собственно, помучим. Начинаем басы. Ну, полностью бас-гитара пропала. Стало очень много. В общем, в эквалайзер бас-гитарный, я уверен, высокий ничего не изменят. Ну, потому что в бас-гитаре выше 5 кГц, там только обертона, собственно. И серединка, серединка. Это самое главное, что есть в корректировке баса. Серединка гибкая. Давайте послушаем режим драйв. Классная, чё? Я вам напомню, как звучит бес. Ну, разве это дело звук специфичным? Разве это какой-то эффект? Это даже, я бы сказал, просто... Я не знаю, что играет бас-гитаристы. Я убавил гейн, чтобы сравнять сигнал с тем, что у нас было до включения преампа. То есть, вот у нас без преампа. Вот с преампом. В принципе, похожая обертона, только вот чуть-чуть лампы вносят тёплость. И послушаем, что у нас без внесения перегруза, собственно, вдаёт в звуки на этом, ну, допустим, на моём ужасном слэпе. Включаем. Подогнали. Конечно, надо бас-гитариста доставать. Выключенный. Включенный. Спасибо. Я думаю, достаточно Итак, мое личное мнение, нужны ли такие вещи бас-гитаристам Я могу ошибаться, конечно Но, безусловно, на репетициях в маленьких клубах Бас-гитара в хороший усилитель Подходящий бас-гитара в подходящий усилитель Для конкретной музыки, для конкретного бас-гитариста В принципе, этого достаточно Для большинства популярной музыки Но, если же ты играешь в линию С неизвестно какими колонками То почему бы тебе не иметь что-либо, что поможет компенсировать Тем более, если это не активный бас Все нюансы и сделать звук порезче, пояснее Лично для меня показалось, что это незаменимая вещь Конкретно для агрессивных бас-гитаристов Для панк-музыки Для той, где нужно что-то пробивной Типа Red Hot Chili Peppers Здесь можно нарулить гейн Сделать его более зыбким Я использую это даже на записи Потому что зыбкий дисторшн бас Он нужен в некоторых местах Но в некоторых местах Но помимо этого, это все-таки, как я уже сказал Не педаль дисторшн Это полезная вещь, с помощью которой вы сделаете ваш звук Яснее, четче в миксе Он не потеряется от этого Многие бас-гитаристы почему-то думают, что Педали все Они теряют Они отнимают от звука бас-гитары Мол, гитарные педали отнимают низов Басовые педали, они вообще В миксе все пропадает Нет, не пропадает Более того, можно еще более ярко выделить себя Сделать буст на припеве И я считаю Лично я считаю Глядя особенно на концерты западной группы Что бас-гитаристам нужны педалборды Потому что у них там на всех фестивалях У бас-гитаристов педалборды больше, чем у меня И, наверное, они их как-то все-таки применяют Они для понта таскают И все это подключают Поэтому Я не знаю, не знаю Вот на месте гитаристов Я бы советовал вашим бас-гитаристам Все-таки к чему-то стремиться Экспериментировать Покупать какие-то разные вещи Интересоваться всем этим Потому что это хорошая болезнь Если вы, конечно, не сходите с ума То есть, да, если у вас не начинается Знаменитый синдром То есть Пробуйте, пробуйте Для этого для нас придумал Всякие такие вещицы, игрушки И, собственно Да На сегодня видео подходит к концу Я уже не знаю, что мне еще сказать Всем спасибо До новых видео Ставьте лайки Пишите комментарии Все как обычно Ничего не забывайте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok